Наступление весны учащиеся 16-й школы в этом году ждали с особым нетерпением. В декабре 2018-го на территории этого учебного заведения была торжественно открыта новая многофункциональная спортивная площадка. Но из-за плохой погоды занятия там не проводились. Теперь с наступлением тепла школьники смогли опробовать современный спортивный комплекс. Своими впечатлениями они поделились с нашей съемочной группой. Новая многофункциональная спортивная площадка отвечает всем современным требованиям. Здесь установлен комплекс тренажеров, благодаря которым школьники могут эффективно тренироваться. Футбольное поле с прекрасным покрытием легко трансформируется в площадку для игры в баскетбол, стритбол и даже гандбол. Площадка очень большая, удобная, ровная. Покрытие очень мне нравится. Мы здесь проводим уроки физической культуры, также занимаемся внеурочной деятельностью. Уроки у нас здесь проходят, здоровье проходит, вечерняя площадка работает. Что очень нам нравится, можно проводить большие соревнования уже между классами, между школами. Всех ждем к нам на площадку. Уроки физкультуры с наступлением теплых дней стали проходить на новой площадке. Школьники сразу оценили достоинства современного спортивного комплекса. Площадка очень хорошая, тут очень удобно заниматься. Ворота хорошие. Новое поле сделали и удобно стало играть. Можно приходить не в другие школы, а в нашу. И можем рассказать других ребятам, какая у нас крутая площадка. Мне очень нравится эта площадка. Здесь очень хорошее резиновое покрытие. Ворота хорошие, прочные. И здесь стали намного интереснее проводить свои уроки физкультуры. Площадка была построена в рамках государственной программы Краснодарского края развития физической культуры и спорта. Стоимость работ составляет более 5 миллионов рублей. На площадке смогут заниматься не только школьники, но и все желающие. Открытие данной спортивной площадки позволило решить еще одну из задач шаговой доступности спортивных объектов в центральной части нашего города Славянска на Кубани. Пошагово выполняя задачу губернатора, мы ежегодно открываем подобного рода спортплощадки, где дети могут заниматься и игровыми видами спорта, такими как волейбол, баскетбол, футбол. И, соответственно, заниматься на спортивных тренажерах, проводить различные мероприятия в различных поселениях. На сегодняшний день на территории Славянского района построено 24 подобные спортивные площадки шаговой доступности. И их количество будет увеличиваться для того, чтобы каждый житель имел возможность заниматься спортом. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».